Здравствуйте друзья! Вы видите вопрос, который уже довольно долго ждет ответа у нас на форуме залив.орг, где мы собираем вопросы. Вот такой вопрос. Я натолкнулась на мамский паблик ВКонтакте, где обсуждалась ситуация истерики ребенка в общественном месте. В комментариях были мнения, что это плохое воспитание, болезнь ребенка, непутевая мамаша, возрастные процессы у ребенка и многое другое. Также обсуждали поведение и реакцию окружающих людей. Имеют ли они право вмешиваться и как-то пытаться помочь маме успокоить ребенка и вообще как-то негативно реагировать на раздражающий крик ребенка. В России понятно, что все считают, что могут как-то вмешаться, когда мама не может успокоить своего ребенка. Как с этим в Америке? Света, ты слушаешь. Как ведут себя мамы при публичных истериках своего ребенка, например, в магазине или в автобусе? Как окружающие на это реагируют? Я мама двух малышей. И бывает, сталкиваюсь и с недовольством от людей, а также и с людьми, которые хотят помочь, когда дети хотят покапризничать в общественном месте. Мы сейчас пойдем со Светланой погулять и поговорим на эту тему. Ну что, друзья, мы, не рассчитывая на нашу память, не юную, распечатали, вот чтобы у Светы было перед глазами, чтобы не забыть на самом деле какие-то аспекты. Вопросы? Значит, Света, давай, что ты можешь сказать? Нет, я первый говорить не буду, ты первый. Я первый. Так, ну давайте, я первый. У нас ребенок тоже пару раз, я помню, она вообще у нас спокойная была, но пару раз были случаи, когда мы ехали, помню, в троллейбусе, и вдруг какая-то истерика начиналась, совершенно неконтролируемая с нашей стороны. И я не могу сказать, что нам кто-то мешал там или советы давал, или что-то. Люди сочувственно, как бы все с пониманием, у всех дети. В общем, все понимают, что такое бывает. Но если мы говорим про Америку, то здесь чего нельзя? Нельзя орать на детей, нельзя агрессию в их отношении какую-то проявлять и уже тем более шлепать там или что-то такое. То есть за это могут очень-очень сильно наказать и вплоть до того, что ребенка у вас отнимут. Государство это сделает. То есть как бы надо очень аккуратненько. Не то, что ваш ребенок, чего хочу, то и делаю. Не-не, так без ребенка останешься. Ребенок общественный. Ребенок защищен государством. Крайне-крайне редко в Соединенных Штатах можно увидеть, чтобы ребенок где-то орал, плохо себя вел. И вообще как-то вот так, ну, выпадал из общего контекста. Это бывает иногда. Бывает. Но, в общем-то, здесь детям очень многое разрешают. Например, вы можете прийти в какой-нибудь магазин громадный, там я не тысячи народу ходит, и он там сидит на полу, на каменном, на бетонном полу какого-нибудь, и там что-то там себе возится. Понимаете? И ему родители не скажут, ну-ка встань, нельзя на полу сидеть. То есть, я к тому это говорю, что ограничений, которые предъявляются детям, да, тут меньше. То есть, как бы не принято, в очень многих ситуациях не принято ребенка ограничивать, в то время, как, скажем, в этой же точной ситуации, вот там, где мы жили, да, это было бы немыслимо, видеть ребенка вот в этом месте, вот с этим. Я помню, это не было в США, это было в Великобритании, мы пошли в Лондоне, в какой-то художественный музей, и там пришли дети из частной школы, это видно было по одежде. Пришли дети из какой-то частной школы, у них было задание что-то перерисовывать. Они сели на пол в музее, со своими маленькими такими, не мольбертиками, но так, планшетками. И они сидели, и что-то там перерисовывали планшетки, девочки в юбочках там, понимаете, и так далее. То есть мы бы сразу закричали, да вы что, разве можно девочку, там она себе... А в аэропорту вот мы ехали, ребенок ползал по полу в аэропорту. Да, в аэропорту вот мы сейчас были, значит, там ребенок, ну, может быть, я не знаю, такой ребенок, что вот он с трудом встает, вот он пытается вставать. Ну, 9-10 месяцев. Ребенок... Ну, хорошо ползает. Пол был карпит, но вы можете себе представить карпит в аэропорту, в том месте, где идет посадка. Да. И вот сидят люди там вокруг, много-много народов, и этот ребенок очень радостно ползал, ему нравилось, что много людей, и мамка за ним иногда так подскакивала, когда он что-то такое, может быть, ну, в общем, всем было пофигу. Поэтому, если бы она этого ребенка держала, или привязала, или что-то такое с ним сделала, чтобы ему было некомфортно, наверное, бы он орал. Ну, то есть, почему ребенок кричит? Потому что ему некомфортно, ни один ребенок не станет кричать, если у него все хорошо. Значит, либо у него что-то болит, может быть, он не то съел продукты нехорошие, может быть, он... Я даже не знаю, ну, что с ним может быть, одежда неудобная. Ну, чего ребенку орать? Вот. Либо ему чего-то не дают такого, что ему хочется. И я хочу сказать, что здесь дети едят, и грызут, и сосут, и ходят со всех сторон с таким в руках, что хочется не то, что ребенку, а маме и с папой морду набить. Бывает, я шучу, Света, ты же понимаешь, я мирный человек. Но я хочу сказать, что они такую дрянь им дают. Вот. И в результате вы, кстати, когда увидите, например, из бедных, более бедных слоев населения, детей, к сожалению, это еще имеет расовое тоже такое измерение, то есть более бедных, больше там, скажем, латинов и черных. Вот. Но вы видите маленьких деток, и потом они в школы идут, потом они там, допустим, в средней школе где-то такие. Они такие упитанные, понимаете, потому что им с детства он только вякнул. Ему сразу раз чипсы, раз пиццу, раз там сникер какой-нибудь или еще что-то. И они привыкли на этом функционировать. То есть это как бы очень большой комплекс, который вот так просто вот не сведешь к поведению ребенка в общественном месте. Но поведение ребенка в общественном месте – это некоторое отражение того, как жизнь построена. Поэтому здесь не принято, чтобы детей напрягать. Безусловно, есть такие вещи, которые ребенку позволить нельзя, даже здесь. Но это сведено к минимуму, который нам может, вот, выходцам откуда-то еще, может показаться таким очень жирным минимуму, который надо было бы существенно минимизировать. Мы говорим про границы, конечно. Границы. Да, границы сузить. Здесь границы намного шире. Может быть, поэтому дети меньше орут. Я хочу сказать, что за почти 30 лет, которые мы живем в Соединенных Штатах, мы, правда, не ездим в общественном транспорте. Но если говорить про магазины, ну, может быть, раза три или четыре, ну, даже не пять. Мы слышали, как кто-нибудь орал, там, ребенок какой-то бился в истерике, в магазине, там, и так далее. Безусловно, вокруг масса людей, которые пытаются этого ребеночка как-то так, они могут ему там, там, что-то поулыбаться, или что-нибудь такое добренькое, такое ему сказать. Никто, конечно, на маму цыкать не будет, даже тут вообще разговоров нет. Ты уже закончил, нет? Ну, вот я сказала, скажи. Ну, так это уже... Ну, вот я так вижу, да. Ну, все уже, да. Все, давай ты теперь. Окей. Так, ты читаешь вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать такую вещь, что когда в комментариях были мнения, что это плохое воспитание, это вообще полная ерунда. Так. Потому что ты уже сказал, что ребенок плачет, когда ему плохо. Да. И взрослый, Свет, и взрослый. Да, в первую очередь, в первую очередь, это может быть связано с очень банальной ситуацией, потому что ребенок просто устал. И тогда малейшее... Не выспался. Не выспался. Не покушал. Плохо спал или что такое. И тогда малейшее, это самый триггер, да, и он подается в состояние с истерьки. В этой ситуации очень важно понимать, что ребенок ни в чем не виноват. Он не дурно воспитан, не плохой ребенок. Он ваш любимый, единственный, самый-самый. Вот. А то, что бывают всякие состояния, они бывают и у детей, они бывают и у взрослых. Почему-то взрослые считают, что взрослым, например, можно кричать друг на друга. И даже бить. Не побоюсь этого слова. Друг друга. Скажи, раз ты вначале, я тебя никогда не побил. Нет. Нет. Хотя, знаете, иногда хотелось. Да. Вот. Но почему-то взрослые себе это позволяют. А если ребенок позволяет себе криком оповещать, что ему что-то не так, то он уже плохой, он дурно воспитан. Значит, это первая мысль, что ни о каком дурном воспитании, и что ребенок плохой, нет речи. Значит, что с этим делать, да? Вот. Что с этим делать? Ну, во-первых, когда у ребенка, например, он днем плохо спал, и проснулся в плохом настроении, да, желательно, если возможно, в этом настроении не провоцировать его. Ну, то есть... Не обострять, короче. Ну, да. Ну, не надо с ним ехать в магазин, если видно, что у него плаксивое настроение, и он сегодня не в духе. Это потому, что никогда не знаешь, какой триггер вызовет истерику. А может быть, наоборот, он в магазине оживится все-таки? Или да, или нет, да. Вот еще очень важный момент, что дети-то все разные. Да. Один оживится, другой нет. Один оживится, другой нет. Поэтому мы уже об этом говорим не первый раз. Очень важно понимать своего ребенка. То есть немножко прогнозировать, а как он будет себя вести в этой ситуации. Так. Вот Михаил сказал, что у нас в жизни несколько раз были такие ситуации, когда ребенок в публичном месте устраивал истерику. И оба раза это было связано именно с тем, что ребенок устал. Вот. И поскольку это было публичное место, нам было страшно неудобно, что ребенок корет дурным голосом. Ни на что уже не реагирует. А ребенок, между тем, таким образом снимает свой стресс. Усталость и свою усталость. Мы тоже знаем, да, что когда мы устали, нам хочется и плакать, и кричать. Почему? Потому что выходят негативные энергии. А поплачешь вроде полегче, да. Полегче. Значит... Я одну только вставлю фразку. Слышишь? Когда мы сюда только приехали, и мы гораздо больше ходили по магазинам, во-первых, и во-вторых, гораздо больше интересовались как, что и чего. Я могу сказать, что если вы видите, что люди, муж с женой, идут там с тележкой по магазину и ругаются, вы издалека видите, да? Вы уже знаете, что это русские. Никогда я не видел, чтобы кто-то, кроме русских, муж с женой ругались. Я вот видела очень... Постой. Чтобы они орали на детей, цыкали жестко, как-то и так далее. Никогда. Здесь у меня не орут на детей. Никогда, ни разу. Мы сами расслабляемся. Никого, кроме русских, я не видел, чтобы они так с детьми разговаривали. Я разговариваю с Сашей, например. Русскоязычной. Да. И никогда ее не ругаю. Она не всегда все делает хорошо. Да. Ну, а что ее ругать? Ну, слушайте, в конце концов, ну, ребенок так сделал. Да. Вот он так сделал, не по злому умыслу. Ну, просто потому, что он ребенок. Он где-то что-то забыл, он где-то что-то потерял. Ну, можно сказать, ну, слушайте, что-то это. А вот вчера, да, или там позавчера, к нам пришли две внучки, и родители там с ними разбирались. И вот младшая, трехлетняя, с ней еще сложно... А, случайно. С ней нет, с ней сложно договариваться. Ну, она чего-то там хотела или не хотела. И родители начинают с ней диалог. Они говорят, а вот это, а вот это. Она говорит, нет, 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 ей говорит, мультик. Она говорит, да. Да. Тут же ей поставили мультик, там, на каком-то девайсе, она пошла его смотреть. Да. А не поставили бы мультик, или, допустим, не нашли бы компромисс. Ну, подожди, подожди, дай поинты какие-то. Значит, первый поинт, это нужно понимать своего ребенка, да, и не стараться не допускать вести его в публичное место, где могут проявиться какие-то негативные реакции. Второе, ожидать эти реакции, да, просто вот зная его поведение. А если не в публичном, лучше разница? Подожди секунду. Теперь что делать не в публичном месте? В то время, когда ребенок уже бьется в истерике, обычно никакие слова не действуют. Да. Он просто тупо орет и гнет свое. Говорит, хочу это, причем не важно уже что, просто орет. Значит, ему нужен тайм-аут. Ему нужно дать время, что он выкричался. Причем в этот момент на него кричать нельзя. Нужно быть абсолютно спокойным в это время. Дать ему возможность вот этого негатива выплеснуть. Вот можно ему вот это постоять в углу, постоять в углу, покричать? Не надо ему в углу стоять. Но ему надо дать возможность. Его можно посадить в отдельную комнату. Да. Сказать, ты знаешь, ты покричи тут, да, пока у тебя кричит. А здесь такое есть выражение, тайм-аут. Тайм-аут, да. Посадить на стул. Да. По-другому тоже можно постоять, если это не очень унизительно. Да. Но дальше, что очень важно, что в сто раз важнее. Так. Очень важно, когда он начнет чуть-чуть затихать, пожалеть чтобы он не плакал от обиды то есть вот он сначала плачет он злой злится да и потому что ему плохо да а важно потом чтобы он чувствовал себя обиженным заброшенным строить его не любят и в тот момент когда вот это очень родители должны быть очень чувствительны к этому и должны почувствовать этот тонкий триггер тонкий момент и пожалеть вовремя и тогда ребенок все он успокаивается ему там что-то дают чем хочет или чем-то ну во всяком случае уже все уже конфликт исчерпан что же делать в публичном месте с такой случается ну дело в том что в публичном месте у ребенка есть аудитория и он уже кричит и просто так он кричит всем да то есть фактически он привлекает этим внимание поэтому самое правильное в этой ситуации скорее уйти и изолировать его вот как теперь выйти из автобуса у нас нет автобусов но вот так далее выйти из магазина вам лишите аудиторию лишите аудитории да потому что никто не плачет сам себе почему говорят аймаут посадить в отдельную комнату до посадить на столом идите там поставить выбор чтобы не было аудитории потому что ни один нормальный человек не будет плакать себе его будет плакать кому-то в той мире, в котором у него есть слушающая аудитория. — Света, я, знаешь, хочу сказать, восхищаюсь мудростью твоей. — Ну, это есть, а куда же делать? — Да-да. — Значит, а что-то тут еще? — Знаешь, я добавлю, когда вы находитесь в публичном месте, там есть какие-то люди вокруг, но, честное слово, у вас перед этими людьми нет совершенно никаких обязательств по сохранению их спокойствия. Вам по большому счету на них чихать. — Нет, ну просто ребенок — это аудитория. — Постой, постой. Если эти люди начинают вам что-то говорить, или если вы думаете, как неудобно, что ребенок в публичном месте, как это неприлично и так далее, даже не думайте об этом. Вот если вы, есть ваш ребенок, и вам пофигу, что подумают эти люди, скажут ли они там или там что-то, вам просто пофигу. — И вот это интересное отличие действительно в письме произвучало, что… — Что люди подумают. — Что люди, нет, нет, ну что подумают. Сталкиваются с недовольством от людей, а также с людьми, которыми хотят помочь. Ни те, ни другие не делают ничего хорошего, потому что точно так же, как они высказывают недовольство, точно так же, как они высказывают сочувствие, они только раздоривают этого ребенка, которому просто нужна тишина и успокоиться, ему нужно, чтобы не было аудитории. Он же тоже, знаете, дети не дураки далеко. — И не надо говорить, я сейчас позову милиционера, он тебя заберет. — О, боже, нет. Это вы говорите, никак нельзя. Никак нельзя. Действительно, лишить ребенка быть эпицентров, чьего бы то ни было внимания. Здесь, на самом деле, в магазине, если кто-то кричит, никто не вмешивается, то есть никому нет дела. — Нет, никто не лезет. — Кто-то может с любопытством посматривать, но никто никогда не будет вмешиваться. — Нет, нет. — Точно так же, как человек тут идет как-то одет, несуразно. Никто никогда ему ничего не скажет, и не рякнет, и не брякнет. Скорее всего, 99%, кроме русских. Мне даже не обратят на это внимание. — Ага. — Вот. А, конечно, мы-то обратим. — Да. — Мы тоже ничего не скажем. — Не скажем. — Потому что мы уже стали... — Мы сделаем вид, что по-русски не понимаем. — Нет, мы сделаем вид, что мы не заметили. — Я шучу. — Ну, про себя отметим, конечно. Вот. Да. Так что, значит, мама не может успокоить. Ну, вот, собственно, мы ответили, да? — Да. — Публичные истерики в магазине, в автобусе, окружающем. — Я знаю, что я тебе хочу сказать? — Да. — Молодой маме хочу сказать. — Это такой кайф, когда у тебя есть двое деток. Конечно, вырастить двое деток, двоих, двоих деток, когда у тебя, особенно они оба маленькие, то есть разница в возрасте небольшая, и, может быть, бабушки еще рядом нет и так далее, это труд, это большущий труд. И исторически мама с детками обычно сидела дома и не работала на работе. А все-таки она работала по дому, то есть она готовила, там, прибирала и так далее. И воспитывала деток. Сейчас, видите, как получается, что женщина и то, и другое, и третье еще деток воспитывает. Но в конечном счете, я хочу сказать, детки подрастут немножко. И когда вам будет там к сороковнику, и, может быть, чуть больше, и вы посмотрите назад, так, на свою жизнь, и вы увидите, что так много всего хотелось в этой жизни, так много было переживаний об этом, о том, вот, понимаете, а у этого есть там машина, а у меня нет машины, или там у этого большая дача, а у меня маленькая, там, еще вот какие-то вещи, которые кажутся важными сегодня, ценными сегодня, понты вот эти все уродливые. И вот когда это все проходит, время проходит, и вы смотрите и говорите, боже, вот если бы не эти двое, из-за которых я столько там натерпелась, там, и так далее, вообще бы жизнь моя смысла никакого не имела, понимаете? Да. В этой ситуации я тебе еще добавлю, именно потому, что ты говоришь, что когда двое детей, то мамочки сами-то иногда не в очень хорошем эмоциональном состоянии. Конечно, конечно. Вот, и, конечно, если эти детские истерики повторяются часто, то это уже такой тревожный флажок обратить внимание на родителей. А, собственно, что происходит с родителями, а пока они друг. Очень чутко перенимают от них. Да, дети моментально это все схватывают. Конечно. Более того, поскольку мы живем все-таки в энергетическом пространстве, это обмен энергии, нехорошая энергетика сегодня, она на них оказывает влияние, и они будут больше плакать, они будут нервны, они будут встревожены, и их вести в это состояние истерики будет гораздо легче. Да. То есть вот этот триггер будет. Если ребенок нормально, у него все хорошо, и хорошее самочувствие, это всегда можно перевести в шутку, да, никакой истерики не будет. Так давай ты справа станешь, потому что солнышко слева. Так. Перевести в шутку все, и истерики не случится. Будет все замечательно. Вообще, в принципе... Вот такой вот совет. Я на самом деле, почему мне понравился этот вопрос, я на него уже отвечала, но на Фейсбуке. Ага. У нас в Америке есть группа местная наша, калифорнийская. Так. Девчонки были. Ага, то есть даже не калифорнийская, а кремниевая долинская. Кремниевая долина, да. И там очень часто обсуждаются вот такие вот вопросы. Там много девчонок молодых. Да, тоже ставила свои две копейки туда. Вот. Поэтому этот вопрос, он, наверное, муссируется, потому что он достаточно актуальный. Да. Вы пойдите вот так на YouTube, почитайте комментарии, которые люди пишут. Не на нашем канале, где я их удаляю и баню тех, кто их пишет. А пойдите туда, где не удаляют и не банят. И вы поймете, почему у них дети нервные. Потому что родители сумасшедшие. На всю голову больные. И ты вынырнешь вообще. Почему? Я думаю, что на канале смотреть ответ на этот вопрос, а как ты вынырнул в другом месте. Да. Да, ребята, понимаете, как получается, что добро всегда побеждает зло. А добро-то посильнее зла, да. В долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе. Но в отношении с детьми, конечно, очень важно быть в эмоционально устойчивом состоянии. Да. Дабы не провоцировать детей на какие-то нервные перегрузки. Да. Тоже это никому не нужно. Хочу. И знаешь, я помню, когда Кашпировский только появился, это было много лет назад. Даю установку. Добро. Добро. Зло так говорил. Зло говорил, да. Даю установку на добро. А я про себя говорю, на чужое добро. На чужое. Да. Так что, друзья, я думаю, что в значительной степени то, что с детьми происходит, маленькими особенно вот эти истерики, это в значительной степени от нас, от старших. Может быть, наверняка мы это не специально и все, но я еще вспомню один случай, когда нашей дочери было, не помню, 4 года, 5. Мы ее, чего мы ее тогда повели? К психологу, я не помню. К психологу? Ну, кому-то, или просто к терапевту. У нее терапевт говорит, что она нервная. Мы никогда такого не было, о чем ты говоришь. Ну, послушай, был такой разговор, что нам врач сказал, что, понимаете, сказал врач, если бы вы ко мне пришли 30 лет назад, я бы сказал, что у вас ребенок нервный, а сейчас все такие. Я не помню, что ли? Я не знаю, пока я не помню. Я помню этот разговор, да. Что-то мы ее спросили. Она говорит, а сейчас все такие, сейчас стресс такой. Ну, я вам скажу вообще, что здесь, в Америке, детям очень лихо ставят всевозможные диагнозы, да, и это вообще, так говоря, ужасно. Вплоть до смены пола в 10 лет. Ну, это чепуха. Да. Ну, то есть, это не чепуха, это отдельная тема разговора, но когда ему ставят вот этот вот attention deficit disorder, причем по нашим временам, у нас в школе, если я вспоминаю, половина была класса таких, да, и аутисты тоже, они находились в том же самом классе, никто… Такого и диагноза не было. Никогда и диагноза не было. Сегодня они все… Говорили, дворником будешь? Да. Или спортсменом будешь вырастить? Да. Но здесь им особое внимание, значит, которым ставят вот этот attention deficit disorder, это вообще нормальные дети, но немножко более подвижные, чем другие. Но к ней, я думаю, что при правильном подходе к ним… Шебутные. Ну, ты говоришь уже про более старших, кстати. Серьезные, да. Более старших. Да, серьезные вещи, какие-то дети постарше, но… Короче, вывод. Да. Вот школа, проходим мимо школы, пожалуйста. Да, как раз это элемент для школы. Да, для маленьких. Вывод такой, что родители… Тылы, тылы. Любите своих детей. Так. И самое главное, изучайте их. Изучайте. Чем больше вы будете знать своего ребенка, понимая, что все дети разные. Да. Даже в одной семье дети не похожи друг на друга. У них свой характер, у них свое я. Любите их, уважайте их достоинства. Не унижайте их, не оскорбляйте их. Не надо ломать никого. Не надо ломать. В Америке вот я сегодня только общалась вот с Михаилом Бородянским, мы будем с ним делать… Видео. Видео после Нового года. Это психолог из Петербурга. И я вот подумала, что у нас Саша такая нежная девочка, такой ангелочек. Да. И что здесь в Америке ее никто не ломает. И дает ей возможность быть самой собой. А жила бы она там в России, и бедная, она бы рыдала, наверное, каждый день. Она такая нежная, такая чувствительная. Она очень восприимчива к негативному, к всяким… Да. А здесь ее к ней все хорошо относится. Ну да, вот такой ребенок, вот он такой, какой он есть. Чувствительная, да. Чувствительная. А может быть, закалилась бы и внимания не обращала? Нет. Она как раз вот, это понимание детей, да? Вот она не закалилась бы. Да. 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 Да.